Видео с канала Квадкоптер 101. Перевел и озвучил RC FUN. Доброе утро. И сегодня у меня кое-что новенькое. WL Toys F939 Polcat. Многие скажут, что F939 вовсе не новинка. А вот и нет, это улучшенная версия. В нем установлен контроллер с акселерометром и гироскоп для стабилизации полета. Посмотрите на него, это полноценный четырехканальный самолет с элеронами, рулями направления и высоты. И конечно управление тягой. Это настоящий четырехканальный самолет. Крыло у него симметричное. То есть в оригинальной версии не было ни самостабилизации, ни гироскопов. Им было сложно управлять, если вы не обладали опытом, даже серьезным опытом полетов. И WL Toys подумали, почему бы не поставить в Polcat стабилизацию с гироскопом, как в квадрокоптерах. Ведь им легко смогут управлять новички и опытные пилоты. И они сделали это. Питает его махухонькая батарейка на 130 мАч. Понятия не имею, сколько он летает на ней. Но в комплекте их сразу две. Контроллер стандартный для самолетов WL Toys. Слева вверху кнопка с расходами. Можно сделать его более плавным или резким, если захотите выполнять сложные фигуры. А эта кнопка включает и отключает гироскоп. Но акселерометр всегда включен. Он будет помогать при порывах ветра. Я покажу как он это делает. Стики отвечают за газ, клен, рули высоты и курса. И триммеры для каждого канала. Давайте включу и перед взлетом покажу как работает гироскоп. Сначала включаем батарею. Подключил и прилепил. Ставим на ровную поверхность, а затем включаем передатчик и ждём соединения. Теперь проверяем рули и элероны. И так же газ. А сейчас покажу как работает стабилизация. Если вы даёте крен, то гироскоп не даст вам сильно наклонить модель и перевернуть. Теперь налево и он выравнивает элерон. И ещё раз. Правый крен. И элерон выровнен. Вот максимальный крен, который можно сделать, когда работает гироскоп. Но когда выключим гироскоп, то сможем сделать бочку. Акселерометр продолжает работать. Если ветер бросает модель, то он старается компенсировать отклонение. Давайте взлетать. Включу гироскоп и попробую взлететь с земли. Взлетает с земли. Максимум на себя, чтобы взлететь. Гироскоп включен. Очень просто управлять. Я даю максимальный крен, а он только это делает. Ни капельки больше. Максимально левый крен. Народ, он не дает больше накренить. Замечательный самолет для новичков. Действительно просто управлять. Мне нравится. Невероятно. Я пробую сделать все, чтобы добиться сваливания. Но он не дает этого сделать. Отключаю гироскоп. Теперь я могу. Ух, я немного запутался. Я как бы относительно опытный пилот. Снова включил гироскоп, чтобы показать его поближе. Надо не забывать о батарее. Хотя в кармане у меня вторая. Я её позже поставлю. Посмотрите на него. Это улучшенная версия. Первый F939 не мог так делать. Похоже батарея разрядилась. Да. Слышите? Сигнал разряда батареи. Итак. Поставил вторую батарею. Снова ставлю на ровную, почти ровную поверхность. И соединяю с передатчиком. А теперь я хочу запустить его с руки. В режиме гироскопа. Теперь поворачивает лучше. И как он балансирует при повороте рулём. Снова с элеронами. Народ, это прекрасно. Замедляется. Слишком медленно. Стараюсь удержать скорость. Иначе он будет сваливаться на виражах. Половина тяги. Опять пищит батарея. Батареи хватает ненадолго. Лечу до последней капли. Ну и всё. Это точно батарея. Вторую я вовсе не заряжал. Итак, это был полёт. Два полёта с F939. Он замечательный. Очень прост в управлении. Это полкэт с автоматической стабилизацией. Лёгок в управлении. Простой для обучения новичков. Я не летал в ветреный день. Я думаю он не подходит для ветреных дней из-за малого веса. Смотрите как отрабатывают элероны для стабилизации самолёта. Замечательный. VL Toys F939 Polkett. Это был Quadcopter 101. Перевёл и озвучил RCFun. Подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Мягкой посадки. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова